Добрый день, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании SkyWay. Как мы и обещали, мы держим вас в курсе всех ключевых событий в жизни нашей организации. И сегодня мы с вами побеседуем с ведущим экспертом в области экономики, финансов и стратегического планирования Кириллом Бадулиным. Добрый день, Кирилл. Добрый день. Добрый день. Хотелось бы узнать ваше мнение, каким выдался 2015 год для мировой экономики. Честно говоря, прошедший год оказался настоящим испытанием для мировой экономики, ее проверкой на прочность. Это касается как всего мира, так и в особенности Российской Федерации. Постоянное падение цен на нефть в течение года, постоянная волатильность на рынках валют, падение промышленного производства, падение волового внутреннего продукта. Все это стало настоящим вызовом, я бы так сказал. И в таких условиях становится все сложнее обеспечивать инвестиции в будущее и находить какие-то точки для нового роста. Насколько я понимаю, падение цен на нефть отрицательно сказывается на экономическом развитии стран, которые ее производят и экспортируют. А может быть для всех остальных это лучше? По крайней мере не так плохо? На самом деле да. Если говорить про страны крупнейшие потребители нефти, это в частности Америка, Китай и другие развитые страны, в частности Европа. Можно говорить, для них это благо, потому что у них снижаются фактически расходы на традиционный транспорт, на выработку электрической энергии. И для ряда стран это конечно же плюс. Но если смотреть глобально, в масштабах всей мировой экономики, то наверное все-таки большее количество стран теряет от этого. И в итоге становится все сложнее вкладывать и развивать какие-то новые направления, которые станут основой для дальнейшего роста в будущем. Все говорят экономический, финансовый кризис, падение всего, богатство куда-то делось, испарилось. Что случилось с ним? Не может такое быть, чтобы все куда-то провалилось. Деньги ж просто так не сгорели, ничего с ними не стало. Не может же быть, чтобы так вот произошло. Все никуда не девается, ниоткуда не берется. Если где-то убыло, где-то прибыло, так же получается? Или я не прав? Да, на самом деле так. Но просто получается, если в предыдущие годы больше денег вкладывалось в какие-то финансовые инструменты, в развитие новых технологий, в новых территорий, новых стран, то получается в 2015 году это стало делаться гораздо меньше. В итоге деньги в определенных местах лежат мертвым грозом, потому что люди просто боятся их куда-либо вкладывать. То есть лежат в кубышке? В каком-то смысле, да. И что же делать в такой ситуации, чтобы каким-то образом выйти из кризиса, потому что какой-то замкнутый круг получается? Люди не вкладывают, потому что ничто не развивается, а ничто не развивается, потому что люди не вкладывают. У вас есть какие-то рекомендации? Ну если не всему миру, то по крайней мере нашим зрителям, вкладчикам, инвесторам, нашей организации. Ну лично я вижу путь дальнейшего движения в развитии инновационной экономики. Здесь прежде всего надо сказать, что это то, что может дать рынку и миру новую добавленную стоимость, эффективное использование имеющихся ресурсов и путь для всех людей и всех экономик к дальнейшему процветанию. Кстати, продолжаю тему о падении цен на нефть. Помимо этого еще есть различные опасности для стран, которые являются экспортерами энергоносителей. Все большее, скажем так, распространение тех же электромобилей, вообще различных альтернативных источников энергии. Там солнечной, опять же на топливных элементах создаются транспортные средства и так далее. Какие же пути искать странам, в первую очередь нашим, наверное, самым близким для нашего проекта, в том числе и Российской Федерации? Может у вас есть какие-то конкретные рецепты? Могу сказать, что предлагаемые на сегодняшний день источники альтернативной энергии далеко не всегда очень эффективны. Может быть, они отчасти используют более дешевую энергию, но при этом они ее преобразуют далеко не самым лучшим образом. И я считаю, что все-таки одним из лучших решений для развития инновационной транспортной системы, это была бы технология строганного транспорта SkyWay. Каким образом это может помочь выходу из кризиса, в частности, России? Россия имеет совершенно уникальное географическое положение и огромную площадь территории. Она находится на пересечении транспортных путей, прежде всего из Европы в Азию. И как бы ни пытались искать какие-то альтернативные решения, наиболее короткий путь, то есть прямая линия из точки А в точку Б, проходит как раз через территорию России. И даже несмотря на то, что в декабре я видел информацию, что был запущен первый поезд по новому шелковому пути через территории Казахстана и Закавказья, в этом случае, получается, он преодолевает четыре перевалки в портах, то есть одну через Каспийское море, вторую через Черное. И это просто колоссальная потеря времени и денег. И если говорить с точки зрения экономической эффективности, то Россия могла бы построить транспортную систему, которая бы обеспечила высокоскоростную перевозку пассажиров и грузов из Европы в Азию максимально короткий срок. Скажите, пожалуйста, что еще может послужить стимулом к тому, чтобы соскочить с этой газо-нефтяной иглы для России? Какие еще могут быть плюсы развития экономики страны по инновационному пути? Может, есть какие-то конкретные примеры из истории, в том числе и новейшие? Ну, можно сказать, что хорошим примером в этой связи является страна Скандинавии. В частности, недавно было заявлено в Финляндии о программе безусловного дохода для всех жителей, которая на первом этапе составит порядка 550 евро в месяц, в перспективе до 800 евро в месяц. И это будет достигнуться за счет развития как раз инновационной составляющей экономики. И я думаю, что если Россия будет развивать эффективную транспортную систему, то у нее также есть все шансы обеспечить всему населению дополнительные денежные потоки за счет развития этой технологии. Не говоря уже о том, что можно также дополнительно развивать отдаленные территории, создавать новые рабочие места, получать добавленную стоимость и рост экономики за счет транспортной составляющей. Спасибо большое за крайне содержательную беседу. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv.systems.com Присоединяйтесь к нашему проекту и так же, как и мы вместе с нами, находите выход из любой ситуации. Строй SkyWay, спасай планету! Строй SkyWay